Из беседы святителя Иоанна Затаустова о воспитании детей. Подлинно немаловажное дело посвятить Богу детей, данных от Бога. Если они положат под здание твердой опоры и основания, то будут иметь великую награду, тогда как наоборот, за нерадение подвергнутся наказанию. Так Ильи погиб через своих детей, потому что ему надлежало вразумлять их. Он, правда, и вразумлял, но не так, как следовало бы. Ему не хотелось огорчать их, и он их и себя погубил. Слушайте это, отцы! Воспитывайте детей своих в наставлении и по учению Господним с великим тщанием. Юность неукротимая имеет нужду во многих наставниках, учителях, руководителях, надсмотрщиках, воспитателях. И только при таких усилиях возможно обуздать ее. Что кони обузданы, что зверь неукротимы, то же самое и юность. Поэтому, если в начале и с первого возраста поставим для нее надлежащие пределы, то впоследствии не будем иметь нужды в великих усилиях. Напротив, потом привычка обратиться для них в закон. Не позволим же им делать того, что приятно и вместе с тем вредно. Не будем угождать им, потому что они дети. Но преимущественно будем их сохранять в целомудрии. Тут более всего возможен вред юности. Об этом мы особенно должны заботиться. К этому мы особенно должны быть внимательны. Скорее будем брать для них жен, чтобы они, имея чистое и нерастленное тело, соединились с невестами. Такая любовь особенно бывает пламена. Кто был целомудренным до брака, то тем более останется таким и после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Блуднику говорится, сладок всякий хлеб. Из Серакова, 23 глава. Для тобой возлагаются на голову венцы, знак победы, что они, не будучи побеждены, вступают в брачный чертог, что они не были одолены похотью. Если же кто, увлеченный, сладострастием, предался блудницам, то для чего после этого он имеет и венец на главе, когда он побежден? Это будет им внушать. Это будем им внушать. Будем их вразумлять, устрашать, делая то одно, то другое. Об имуществе для них мы заботимся, а об них самих нет. Видишь ли, какое безумие? Прежде образуй душу сына своего, а имущество он уже после получит. Если душа у него нехороша, то он не будет иметь ни малейшей пользы от денег, и наоборот, если ей дано правильное образование, то бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить его богатым? Научи его быть добрым. Таким образом, он может и состояние умножить. Если же и не умножить его, то, по крайней мере, он ни в чем не будет хуже людей зажиточных. Между тем, если он будет злой, то хотя бы ему были оставлены тобой бесчисленные сокровища, ты не оставил хранителя этих сокровищ, а сделал его несчастнее тех, которые впали в самую крайнюю бедность. Действительно, для детей, не получивших правильного воспитания, бедность лучше богатства, потому что первое, даже помимо их воли, удерживает их в пределах добродетели. Между тем, последнее, хотя бы даже кто и желал того, не позволяет вести жизни целомудренной, но увлекает, не спровергает и вводит в бесчисленное множество преступлений. Вы, матери, больше всего смотрите за дочерьми. Наблюдайте за тем, чтобы они сидели дома, а прежде всего учите их быть благочестивыми, скромными, презирать деньги, не слишком заботиться о нарядах. Так и в замужестве отдавайте их. Если так образуем их, то вы спасете не только их, но и мужа, который возьмет ее, и не только мужа, но и детей, и не одних детей, но и внуков. Если корень будет хорош, то и ветви будут лучше развиваться. И за все это вы получите награду. Дочь в преступлении брак должна так выходить из отеческого дома, как борец из места состязаний. То есть она должна знать в точности всю науку, с помощью которой могла бы, подобно закваске, все смешение возвести к собственной красоте. И сыновья опять в такой степени должны быть скромны, чтобы, скорее всего, можно было бы узнать их по их благонравию и целомудрию, и чтобы они заслужили великую похвалу и от людей, и от Бога. Аминь. 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 Воскресенье, Христово видящий, Поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, К Христу Твоему поклоняемся в листе, И Святое Воскресенье Твое, Твое мы славим, И Твое, Всего наш, разве Тебе иного не знаем, Имя Твое и Бедое, прийдите, Всеверный, Поклонимся святому Христову Воскресенье, Всего крылья и Крестов радость всему миру, Всегда благословящий Господом, Твое воскресенье иного, Раскресенье, Бог, претерпев, Смерть июнь, смерть разрушен. Вечерняя молитва в храме сейчас будет четырех часов, четыре часа, потому что время как-то сдвинуто, и более у нас с польской коров связано еще, пораньше начать будем, перейдем на зимнее время. Вечерняя молитва. Раскресенье, Раскресенье! Раскресенье, Раскресенье! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»